Всем привет! Хочу поделиться с вами с одним из вариантов создания вот такой жемчужной повязки на голову. Нам понадобится жемчуг размером 8-9 мм, жемчуг размером 5 мм, хрусталь 6 мм и чешский бисер. Также нам понадобятся инструменты, кусачки и тонкогубцы, ну и конечно же проволока в сечении 0,3 мм. Отматываем ее длиной 50-60 см и отрезаем. Складываем нашу проволочку пополам. Наше украшение будет состоять из нескольких веточек. Приступаем к скрутке этих самых веточек. Сначала берем жемчуг 5 мм, нанизываем бусинку и ведем ее в середину. Далее прокручиваем около 1 см. Нанизываем еще одну бусинку. Также прокручиваем, отступив только некоторое расстояние для создания самой веточки. Используйте то левую, то правую проволочку. Следите, чтобы у них длина заканчивалась равномерно. Теперь скручиваем обе проволоки, чтобы у нас образовывался стебелек. И добавляем еще одну веточку. Всего их будет 3. Прокручиваем стебелек и переходим к крупным жемчужинкам. Они будут с капелькой бисера. Нанизываем бусину, а затем бисеринку и пропускаем проволоку опять через жемчуг. Сделать это не так-то просто, так как отверстия в жемчуге очень мало, поэтому помогают онкогубцами. Необходимо учесть расстояние отступа, прежде чем затянуть проволоку до конца. Вот так у нас должно получиться. Теперь нам нужно сделать ножку для бусинки, для того, чтобы она не болталась. Поэтому нанизываем еще бисеринку и только потом скручиваем. Далее прокручиваем опять стебелек. У нас будет чередоваться веточка-стебелек, веточка-стебелек. Больших жемчужин будет тоже 3. Вообще веточки можно сделать абсолютно другими, как только вашей фантазии угодно. Вот я закончила скручивание веточки. Вот такая вот она получилась. Капелька впереди, капелька снизу. И теперь нужно скрутить стебелечек. И можно приступить к следующим двум веточкам с жемчужинкой. Далее уже будет хрусталь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончена работа с жемчугом и переходим к хрусталю. Здесь будем также работать с бисером. Нанизываем бусину и бисеринку. Пропускаем проволоку через бусину и делаем ножку. Хрустальных бусин я хочу сделать разное количество. Во всех веточках от 5 до 9 штук. Так будет легкая симметрия. Если же вы хотите симметричный узор, то делайте веточки одинаковые. Всего мне понадобится 6 веточек. Две из них будут иметь кольца крепления. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая веточка должна у нас получиться. Делаем еще таких 3 штучки и я покажу, как сделать веточку с кольцом для крепления. А делать ее собственно так же, только когда скрутили первые 3 жемчужины, обкручиваем вокруг ручки любую проволоку и перекручиваем очень близко к стебельку. Вот собственно и все. Вот такое маленькое колечко должно получиться. Дальше продолжаем скручивать веточку. А когда все веточки готовы, их нужно сформировать в одну линию, наложив друг на друга. Первая и последняя должны быть с кольцами. Итак, берем веточку, накладываем ее на другую и перекручиваем их концы вместе, оставив только одну нить проволоки из этих концов не скрученной. Ее мы закрутим в обратную сторону, чтобы веточки плотно лежали друг к другу. Вот смотрите, я оставила одну ниточку. Ее я обкручиваю в обратную сторону, закрепляя тем самым нашу веточку плотно. Вот я скручиваю в обратную сторону, закрепляю веточку. Я закрутила уже 4 веточки, а одну откладываю. Обрезаем часть проволочек, чтобы убрать излишнюю толщину. И также обрезаем длинные концы. Теперь берем проволочку, ту, что с кольцом. Разворачиваем ее в противоположную сторону и обматываем вокруг нашей конструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая ветвь у нас сейчас. И в ней имеется зазор, такая пустота. Ее мы закроем как раз таки отложенной шестой веточкой, которую мы использовали. Накладываем ее так, чтобы она максимально плавно закрывала пустоту. И перекручиваем ее с конструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь наше украшение почти готово. Осталось закрепить ленты за наши кольца. Для этого нам понадобится две ленты длиной 60 см. Берем одну и складываем ее пополам. Сложенный край вставляем в кольцо. Протягиваем слегка ленту и раскрываем кружочком. И вовнутрь этого кружочка продеваем другой конец. А теперь можно затягивать. То же самое повторяем с другой стороны ветки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая повязка у нас получилось. Крепить ее можно с помощью лент. Также можно наоборот их снять и за кольца крепить невидимками, как веточку. Я слежу за вашими комментариями и постаралась сделать свое видео максимально подробным. Надеюсь, получилось. Очень сложно в трехчасовую работу ужать в 10-15 минут на МК. На этом все. Желаю вам творческих успехов. И с вами была я, хендмейдер Лилу. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...